Всем привет! Сегодня я покажу, как можно улучшить финальный результат вашего рендера в After Effects. Поехали! Итак, с чего же начать наше финиширование рендера? Как я уже говорил раньше, состоит все из трех этапов. Первый этап это выделение главного объекта нашей композиции, второе это добавление ноиза и третье это хроматические аберрации. В принципе, все это можно сделать без плагинов. Я сейчас вам покажу, как. Для первого этапа нам потребуется продублировать картинку и наложить на нее эффект Level. Понизить яркость, примерно на такой параметр, создать маску. Примерно так. Перейти в параметр маски, инверсировать и размыть примерно на 240. В моем случае 240. В вашем может быть по-другому. Да, так мне нравится больше. Ко второму этапу нам потребуется создать Adjustment Layer. И добавить на него Noise. От трех до четырех процентов примерно нам надо поставить, чтобы появились вот такие вот пиксели. Noise добавляется для того, чтобы добавить рендеру более реалистичного вида. Если мы приглядимся к рендеру, мы увидим то, что здесь вообще нет шума. И чтобы добавить шум, мы просто накладываем эффект Noise. Спасибо за просмотр данного туториала. Я хотел бы вам порекомендовать сайт maxacron.com. На нем вы сможете найти материалы для вашего проекта, а также проекты из различных туториалов, которые я выполнил сам. И все это абсолютно бесплатно. Также, если вы поставите лайк или же подпишитесь на этот канал, я вам буду очень благодарен. Ведь это единственная мотивация на данный момент. А мы продолжаем. Для третьего последнего этапа нам понадобится эффект 1. Optic Compensation. Поставить здесь параметр примерно 15 и реверсировать его. Дальше добавить эффект 3D Glass. Здесь указать Adjustment Layer. И последний параметр. В 3D View. Как мы видим, у нас появилась хроматическая аберрация по бокам. Но мне не нужна такая большая, поэтому я поставлю в этом параметре где-то 8. Так-то лучше. В принципе, все. Вы можете улучшить вашу картинку, если у вас есть плагин Red Giant Universe. Здесь у вас есть все, что необходимо. Я удалю это и добавлю хроматические аберрации, Finisher и Grain. Если же у вас нету этого плагина, в принципе, ничего страшного. Самое главное, вы добились того, чтобы у вас был более-менее финишированный рендер. Но если я перетащу вниз, как и Finisher. И да, кстати, можно здесь настроить это все дело. Финишер поставить. Контраст. Grain поставить где-то 15. И хроматические аберрации. Ставить simple. Вот такая вот картинка получилась. Спасибо за просмотр туториала. И всем до встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!